Путин готов рассказать США и Китаю, как выводить экономику из кризиса. По словам президента, Россия последствия пандемии уже преодолела. СНП оставила рейтинг российской экономики на предмусорном уровне. Однако Силуанов уверен, это говорит о том, что в стране проводится правильная экономическая политика. Минпромторг на этом фоне предложил упростить правила вывоза из России платины, палладия и других редких металлов. Из-за бюрократии бюджет недополучил 1,7 миллиарда рублей. Рождаемость в России за пять лет снизилась на четверть, следует из данных Росстата. В 2020-м родилось меньше полутора миллионов детей. За этот же период почти на 100 тысяч выросло количество детей-инвалидов. Лидеры по снижению продолжительности жизни – Чечня, Ненецкий округ, Липецкая область и Дагестан. Смертность от наркотиков за пандемийный 2020-й выросла на 60%. Люди привыкли экономить, констатирует коммерсант. Несмотря на то, что участие граждан за пандемию улучшилось материальное положение, более 70% населения экономят на развлечениях, одежде и еде. Причина – опасение дальнейшего роста цен. Производители хлеба подтверждают, с августа их продукция может подорожать на 7-12% из-за подорожавшего сырья, упаковки и транспортировки. В Минсельхозе, правда, не ожидают существенного повышения цен на хлеб. Москва и Подмосковье отменили QR-коды. Собянин заявляет, большая часть столичных компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников. Число больных на ИВЛ в Москве за две недели снизилось больше, чем на 20%. Пик преодолен, уверяют в мэрии, однако по-прежнему требуют держать на удаленке треть сотрудников и соблюдать масочный режим. По стране за сутки плюс 24 633 новых заразившихся и 719 летальных случаев. Болезнь стала развиваться быстрее и наносить больший урон, заявляют в Минздраве. В Екатеринбурге все-таки провели царский крестный ход, который был запрещен региональными властями. Правда, организаторы это решили называть не крестным ходом, а народным волеизъявлением. Так захотели люди, заявил православный олигарх Малафеев. Вице-губернатор области подтвердил, это были лишь отдельные небольшие группы граждан. В Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай заболевания ковидом. Всего среди олимпийских чиновников и спортсменов уже 60 заболевших. Две трети населения Японии уверены, соревнования не пройдут бесследно с точки зрения эпидемии. Рейтинг японского правительства рекордно низкий 31%. Генеральный спонсор игр, Тойота, отказалась от олимпийской рекламы, чтобы не портить имидж. В Израиле нарушение режима самоизоляции теперь уголовное преступление. На Кипре беспорядки из-за введения ковидных сертификатов, без которых закрыт вход в магазины, рестораны и общественный транспорт. В США медицинский регулятор сообщает о пандемии непривитых. Растет число заболевших в Штатах с самым низким уровнем вакцинации. Вспышка ковида в армии Южной Кореи. Заболели 247 моряков. Китай одобрил вакцину для детей от трех лет. В Иране из-за нехватки воды начались массовые протесты. Есть погибшие. В стране сильнейшая за полвека засуха. В ста городах воды практически не осталось. Вместе с этим по стране катится волна отключения электричества. Без света остаются жилые дома, ведомства и предприятия. Ресурсов энергосистемы не хватает, заявляют в Тегеране. А Европу продолжает топить. В Германии число жертв наводнения выросло до 164. Больше тысячи пропали без вести. В Бельгии 31 погибшие. Затопило Австрию, Швейцарию и Люксембург. Немецкие власти заявляют, система предупреждения сработала, но нуждается в доработке. Только сейчас поступило предложение рассылать жителям СМС о грядущей непогоде. Власти целого ряда стран следили за журналистами и активистами по всему миру. Об этом говорится в расследовании, в котором участвовал целый ряд СМИ, в том числе американский Вашингтон-Пост, британская Guardian и израильская Хаорец. Разработанная в Израиле программа использовалась для взлома и прослушки телефонов. В списке пострадавших тысячи человек из 50 стран. В правительстве предлагают часть БАМа отдать в частные руки. В рамках модернизации магистраль может получить новую железнодорожную ветку, которая свяжет Эльгинское угольное месторождение с Охотским морем. Месторождение принадлежит А-Проперти, олигарха Авдоляна. Ростех накануне очередного авиасалона МАКС интригует кадрами нового боевого самолета. Уже известно, что его разрабатывает корпорация Сухой, и это будет машина пятого поколения. Пока что новейший российский самолет — это Су-57, который пятым поколением не считается. С 2019-го произведен лишь один серийный экземпляр. Открытый космос может закрыться для российских космонавтов, предупреждают в НПО «Звезда». Причина — скафандры «Орлан», у которых заканчивается гарантийный срок. Они рассчитаны на 20 выходов за пределы МКС. Заказов на новые костюмы так и не поступало, заявляют на заводе. Половина консервов из сайры — подделка, выяснили в Россельхознадзоре. В ведомстве изучили документы и считают, сайру могли заменить на более дешевые виды рыбы. В итоге из двух тысяч тонн сайры получилось больше трех с половиной тысяч тонн консервов, сообщает РБК и требует защитить свою журналистку Сухорукову, которая написала об этом. Ей после публикации начали поступать анонимные угрозы.